Музыка Начал в геологии работать у Корчемед Геология, наш при Украине. Помощником бурильщика работал, потом и учился на бурильщика, и так связался с геологией, потихонечку собирал, в основном наши местные камешки, вот я в карьерах работал на рудниках, свободное от работы время, молоточек спускался туда, и так оно втянулось, втянулось, втянулось. Потом как-то в МИАС, поехали в МИАС мы, и я там в местный музей зашел, в нейрологический, еще старый, сейчас уже новый музей, и мне как-то там вот это цепануло, цепануло. И я вот тогда, после, когда с МИАСа приехал, я уже начал заниматься, в принципе, более уже так, осознанно. Мне привык в нашем осадочном у нас, это самое, месторождение, а там уже, там и вулканические, чего там только нету. Ой, уже и Вернандского музея поехал, в Москве был, и на Ленинских горах только не было. У Фердсмана был музей, там вообще огромнейший, да. Вот сейчас я с ними сотрудничаю тоже. Кое-что отсылаю, что мне неизвестно, а что-то новенького находим по нашей, ну, по Керчи. Ну, Керчи изручены только, у нас кемерийский, рудный вот этот ярус, а вот как вот вчера мы были на том самом, фантический ярус, я вам потом покажу, там интересные вещи под микроскопом, вот это я буду тоже им, на диагностику буду пересылать им уже. Ну, вулканические наши, это, ну, грязевый вулкан, в принципе, тут вся таблица Менделеева, только много минералов, которые микроскопические, то есть они тут. А так, рудный наш кемерийский ярус, это у нас что, анапоид, родохрозит, керченит, санта-барбараид, гипсы всякие, бориты, ну, вот такие вот, в основном минералы, да, более-таки известные. Минерал называется зевианит, группа фосфатов железа, вот используется в основном в коллекционных целях, и очень любят его художники и иконописцы, которые иконы рисуют, вот это, ребята, серьезная картина, которые рисуют, вот интересуются такими. Митридотит тоже довольно такой, ну, тоже он не так, кроме как, ну, коллекционный материал, он недорогой, очень дешевый, но, ну, в группе фосфатов, кстати, он редкий очень, эстетически красивый, да, которые блестят, кварцевая группа, а вот это в основном 10% геологов собирает уже такие редкие, редкие минералы, пусания не взрывают, они в коробочке, в коллекции подписаны, лежат, да, то есть ее на витрину не выставляют. Ну, верхнее, вот это, то четвертичный культурный слой идет, четвертичный, где-то, вот где травка растет, где-то полметра, метр там вот такое, а остальное, вот сколько здесь, метров 15, наверное, если поправим, может больше, это уже кульянницкий ярус, а полностью это неоген получается. Вот кончается и начинается здесь уже сарматский ярус уже. Вот это идет у нас, вот, белая звисковая, это уже понтический ярус. И вот он заканчивается, на этом руда заканчивается. После понтического яруса мыот пойдет, а после него уже сармат. Вот, но здесь его не видно, его, это, 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 больше, это отложение сарматское, это в той стороне, вот, в сторону Заветного. Там они прямо на дневную поверхность хорошо выходят. Хорошая палеонтология там вот тут самое находится, и на Азовском море. А здесь вот у нас, в Керченском, здесь сармата, в принципе, я не находил. Позвоночники часто попадаются после штормовок. Китовые. Это сколько миллионов лет? А это не, ну, это где-то 10, 10, ну, может быть, 12 от силы, да. Это кит-цитатерия, он достигал где-то 8 метров, они небольшие были. Беззубые какие-то, это, пращуры вот этих голубых китов, которые вот этот, с очком собирает это. Только эти сейчас 30 метров достигают, они неуклюжие, ну, в океане там пищевая база побольше была, так они же тоже океанки эти были. Но эти шустрые, они маленькие, но у них шейные позвонки были. Еще были тюлени? Да, монохопсисы, монохопсис понтика называется. Они вот такие малюсенькие, до метра, 80 сантиметров где-то, до метра они достигали размеров. Часто на Азовском море попадаются. Ну, а скажите, куда вы, ну, где вы храните или куда-то отправляете эти найденные вот останки такие редкие? В гараже. Не, ну, мы же же видите, как вот марки люди собирают, они встречаются где-то, меняемся где-то в разных регионах. В Сибири ребята приезжают, у них такого нету, как у нас. В общем, это любовь и страсть всей жизни. Да, ну, некоторые, я раньше, например, в свое время, когда, в советское время еще начинали, выставки международные проходили в Москве, на ВДНХ. Вот сейчас я уже не езжу, я свое отъездил уже, да. По Украине, Белоруссии, Одесса, Харьков, вот это вот оно. В Минске был, в Гродно был, вот это уже такие международные выставки, да. Студентов на чем-то ж надо учить. Раньше студенты выезжали, выезжали на практику, ведь сейчас уже как-то что-то совсем по-другому. А им что-то надо показывать, надо им какого-то такого материала, допустим. Чтоб они могли его разбить, стучать, не жалко, чтоб они руками потрогали, да. Потому что практика – это большое дело, теория – теорией, конечно. Теория без практики – это ничего. На камешек я вот глянул, я сразу помню, ну, вспоминаю это друга, которого я поменял, у кого там купил, кто подарил, вот это все. Каждый, каждый, где какой-то был, допустим, не обязательно в Керчиках, говорю, приезжаем мы тут, Белогорск, Феодосия, там-то мне интересно тем, потому что мы там ничего не знаем. Вот там надо, конечно, поработать, да. О, я не могу вам сказать, я не подсчитывал, да. Ну, дело в том, что здесь много, как бы, подинаковых, допустим, кварцевая группа, вот, ракушки, если вы видите, это один и тот же вид, да. Если по колену, ну, я не могу даже, я не подсчитывал никогда. А минеральных видов я не скажу, что у меня много, да. Есть коллекция, которая побогаче есть. Ну, у меня вот такая, то, что я смог, допустим, за 30-35 лет, вот это я насобирал. Ну, это я в Заветном нашел на обрыве, оползень там большой был как раз. То есть случайненько где-то что-то, он вообще распался, вот это где вторая половиночка была. Вот, это отпечаток шишки, замечательный. Здесь еще, видите, рыбочка небольшая, а вот это два капролита. Ну, капролиты я не знаю, чьи, кто в районе, я не знаю, на Азове у нас там основно будет тюлени капролиты. Вот это пока еще, ну, и никто мне не может подсказать на эту тему, кстати. Это в Адыгее мы с ребятами ездили, в горных реках, а там природа шикарная на два дня. Вот он же не такой он был, как бы, как вам сказать. Ну, вот такой кусок, и там, допустим, торчала вот эта часть. Вот, когда я начал обрабатывать, вторая ракушечка открылась, потом третья ракушечка и получился вот такой замечательный. Это где-то меловой перевод ранний, это где-то 115 миллионов лет этим аммонитом. Перламутр еще сохранился, видите, как замечательно. Это в Альпах у меня там знакомый товарищ, это са, жена его русская, керченская наша. Вот она меня привезла в подарок, мне это передал, мой товарищ. Чего ты этого он мне передал, там в Альпах очень хорошая, это са, просто большие не привезешь, да. Ну, в подарок вот такие, милочевочка, приятная, конечно, очень. Это камень, когда разрежаешь, там, может, там еще будет красивее рисунок, чем здесь, да. Просто разрезать мне, пока здесь в Керчееве негде мне разрезать. Так это было что-то органическое раньше? Ну, в принципе, нет, вообще-то это кальцитовое, это как бы трещины по каким-то, ну, глинистым каким-то еще тот самый образованием. Потом оно создает трещины, а потом залечивается вот кальцитом вот эти вот. И получается, представьте, в срезе, какая там будет красотища, это просто бомба. Для детей интересно, что-то, во-первых, минералогия, здесь и химия, и физика связаны, здесь и история, здесь и география, понимаете. То есть у меня много знакомых, это стало, в Белоруссии, там парнишка один маленький заходит, на что-то смотрит. Говорит, мама, смотри, какая красота, именно вот на коллекционные камни, да. Так я ему там столько надарил всякого. Возможно, есть ребята, которые у меня тоже в Днепропетровске были, были-то сами, выставки в Горном университете в Днепропетровском. Вот уже два близнеца приходило, мама там, мы, видимо, люди такие, они покупали, что-то я им тоже дарил. А потом они в школе, оказывается, и узнали, они в своей школе кружок открыли, и вот, вот это минералогией ребятки занимаются. Субтитры сделал DimaTorzok